так привет всем моим зрителям подписчикам вот вот наконец-то новый новый свежий долгожданный наверное ролики для меня и для вас я тоже соскучился вот у меня давно ничего не было из-за известных событий тут были всякие проблемы с с перевозкой это с поставкой товара сюда в россии ну вот ну вот наконец-то долгожданный значит это небольшая партия пришла там 6 или 77 мастерков вот некоторые по 2 вот так что как как значит говорится в народе что есть тому и рады да что имеем тому и рады хотя бы это у нас есть и значит давайте посмотрим что что поступило так смотрите хочу сразу значит оговориться как всегда о том что то что я показываю вам это то что я показываю это с целью продажи показывать те мастерки которые я преднамеренно приобретаю тем или иным путем в англии в америке у дилеров с целью с целью продажи желающим иметь качественный долговечный надежный кованный инструмент так так называемый английской кельма вот что я понял за это время сколько я занимаюсь уже месяца четыре наверное активно этим делом может быть пять с конца в общем двадцать первого года что подавляющее количество спроса статистика спроса такова что все хотят филадельфию то есть еще раз да вот она филадельфия то есть вот это лондон это филадельфия с расширением как можно ближе у начала ручки так скажем выразимся вот это называется раскладка или форм-фактор или форма полотна называется филадельфия эта форма полотна называется лондон вот и значит подавляющее количество вашего спроса и как бы запросов вернее это все хотят филадельфию вот вот не скажу что филадельфия значит там за рубежом это у них самый распространенный вариант все-таки более чем в 50 процентов случаев судя по по тем роликам может быть тем тысячам роликов которые я значит пересмотрел прежде всего английских каменщиков но также американских все-таки более 50 процентов с небольшим там с хвостиком они работают лондон вот он как-то может быть поаккуратнее в работе в плане ну в плане то что он значит поуже и и возможно все-таки то что он он значит поуже достаточно в количестве случаев это всяких всяких видов эта работа но тех кто вот кто хочет взять это за раз побольше раствора да и сразу пошире пошире или же значит или значит 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 подлиннее наложить постели или с целью в пресык пикандип то конечно да нужно филадельфия или широкий лондон который точно также будет широко только он будет широко вот здесь то есть вот он таким будет если вы помните посмотрите мои старые предыдущие ролики там я рассматривал на примере вот на примере роуза с кожаной ручки с деревянной кожаной ручкой это был широкий лондон вот поэтому поняв все-таки поняв как бы свою ошибку но не то что это была ошибка да потому что я же не знал каков спрос теперь вот это это что уже закуплено и закуплено еще закуплено и закуплено было ранее но идет уже почти два месяца где-то находится в финляндии не знам и где не знаю когда еще придет вот все уже будет только в принципе одна филадельфия потому что вы хотите филадельфию и вы хотите как можно меньше поэтому сейчас будет начиная вот с этой уже это партии будут будут только десятки будут девятки девять с половиной и десятки вот вот уже никаких одиннадцатых двенадцатых я так понял это какой-то эксклюзив не он не всем нужен и мы мы смысле наши каменщики да мы все-таки по нашему значит менталитету по нашей все-таки какой-то набитой руке или привычки мы не работаем мы не работаем здоровыми мастерками даже уже значит показать уже не могу потому что нету ни одиннадцатого не двенадцатого окса у меня взяли недавно посмотрите в прежних роликах они они действительно такие длинные лопаты вот мы или наши каменщики мы не работаем такими большими все-таки действительно там нужен и навык там нужно обязательно уже точно работать с плоскости то есть забор раствора в горизонтальном в горизонтальной плоскости они путем поддевания из ведра уже такой лопаты точно уже не будешь ковыряться не ведре не то что ведре даже это самые стазы вы не сможете взять с обычного то есть только с планшета только с какой-то дощечки с плоскости вы будете брать такой большой лопаты и поэтому вы просите у меня так скажем скажем условно вы да тоже таких много кто не только комментарии пишет на основном звонят пишет на авито вот вы значит просите вот девятка ведь это самый маленький мастерок давайте напомним нам с вами что девятка в понимании в понимании каменецкого мастерка понимание всех производителей без разницы окс рагни маршал и тизак и роуз у них начинаются мы кельмы для именно каменной кладки именно только с девятки все что меньше у них позиционируется иначе он 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 не называется брик правил он называется там как угодно для для работы со швом для каких-то замазок подмазок и так далее то есть вот эта девятка у нас вот видите 9 дюймов на 4 316 ширина вот 229 миллиметров на сто шесть миллиметров вот узкий лондон вот девятка очень будут девятки девять с половиной и десятки на этом я остановлюсь вот как исключение тут пришлось взять мне вот один с половиной ну в общем следующий ассортимент у меня будут девятки девять с половиной и десятки и будут в основном филадельфии и за редким исключением для разнообразия ассортимента и так сказать поддержки ассортимента там не на каких-то целей будут иногда узкий лондон и широкий лондон но в основном вот филадельфии будет так давайте значит поближе посмотрим да поверьте руках те казалось бы чего тут так вот у нас у меня и у вас значит маршалтаун все они производятся сша вот эта ручка наша любимая с вами резиновая дюрасофт вот у меня был значит было значит два значит пробковых с пробкой ручка они ушли вот вот так он выглядит до холодильфе посмотрим наклеечку вот он ведь здесь с половиной вот что еще сказать сказать нечего дальше роуз так вот так в чем его особенность дан филадельфии понятно вот смотрите первый раз так же как и вы но я а вот смотрите то есть но мы все равно оба или мы обеда мы держим в руках один из вариантов ручки которые есть в ассортименте производителя данного роуз это так же как если вы помните у меня ролик есть значит в варианте маршалтаун вот только там все красного цвета а здесь видите значит применена какой-то не знаю серезина или силикон конечно не силикон я уж так выразился силикон то есть эта резина пробковая ручка то есть такая же как у маршалтауна то то что была у меня в том ролике который можете посмотреть то есть это пробковая ручка реально по таким же ощущениям с такой же тактильностью как это который я снимал в том ролике это пластик это пластик а вот это вот какой-то ну конечно сказать гибрид или сплав это конечно высоко сказать это громко звучит ну в общем вот резина с пробкой вот действительно сцепление совсем иное хватка другая чем чем просто в общем какие-то ощущения ощущение вот какой-то это шершавости небольшой небольшой шершавости вот так значит по поводу ручки я сказал хватит повнимательной посмотрим кому интересно white rose сша и usa патент какой-то номер я думаю вам не нужен а то есть такие чудаки которые это это самый требует меня доказательств что это оригинальный продукт они думают что что значит бедные китайцы они просто обязаны подделывать все и вся что только существует в мире то есть филадельфия та же самая только десятка а это у нас а эту это у нас десять с половиной и вот на эти полтора подлиннее так это у нас rose да с такой ручки я уже помните показывал своем ролике в одном из роликов там у меня был широкий лондон один мастерок для пробы пришел и очень хорошо ушел и еще я жду таких пять штук широкий лондон девять с половиной он очень мне тоже понравился человек в восторге который его купил вот это узкий лондон вот с такой же ручкой эта ручка как бы копия по смыслу ну то есть они естественно по-разному выглядят но идея та же самая то есть то есть ручка такого же типа durasoft то есть это это значит подобный материал только светло-серого цвета что вот здесь у маршалла вот давайте повнимательнее посмотрим потому что в том ролике я ее не крутил давайте посмотрим так white rose тоже и сэй патент это значит вот эта ребристая поверхность из из пластика то есть она такая я так понял запеченная запеченная по такому же принципу то есть запечены или спечены два материала то есть это не то что резина одевается да на какое-то основание на пластик это именно изготовление единое изготовление вот это же тоже пластик жесткий то же самый пластик что и вот этот пластик то же самое здесь то есть это получается как некий внутренний каркас это пластмассовый до синий единый каркас и ну какой-то пленой технологии то конечно ничего сложного нет это не нанотехнологии ничего вот вот спекается до спрессовывается вот вот это вот уже что-то более мягкое резиновое так девяточка у нас вот и и значится с такой же ручкой с такой же ручкой филадельфия десятка то есть вот они два совершенно одинаковых этих розы две одинаковых розы я имею ввиду в плане самого лезвия филадельфия десятка но с разными ручками вот и кстати стоит и кстати стоимость мастерка как я просто уже это самого начала понял убедился что очень много зависит от той ручки которая применена то есть мы знаем ну так на всякий случай давайте пробежимся там мы знаем или кто из вас не знает но будет значит что почти вернее не почти у всех в принципе на только вот у этих двух основных значит розы и и маршала у них 4 всегда вида ручки это это просто пластиковая такая полу полупрозрачные они как как типы значит из рук стекла напоминает потом деревянная ручка 5 ошибаюсь 5 видов ручек деревянная 2 3 это у нас вот такого типа это резиновый дюрасофт потом четвертое идет по стоимости это вот это значит композит резины с пробкой маршала и розы и пятый вариант самый дорогой это кожаные ручки то есть в общем в общем кожаные ручки они могут быть там комбинированы дерево с кожей или полностью кожи но в общем кожаные ручки 5 видов ручек вот естественно особо деревянные я стараюсь избегать пластмассовые тем более просто те из оргстекла вот я думаю что что вам это не трудно переплатить тысячу или полторы но купить более долговечной ручкой хотя я это убедился тоже по своей работе по своему значит значит мастерку ват роза у меня есть на и показывал я где-то и показывал ролики вот он деревянно-кожаная ручка у него дерево очень себя прекрасно чувствует но если конечно не забивать кирпичи то я и в принципе много раз к сожалению забывал на улице и он у меня падал с лесов и оставался на ночь оказывается вот на земле и дерево не не подало никаких признаков за несколько лет там какого-то растрескивания распада гниения то есть какой-то однозначный сорт дерева применяется во всех этих ручках у всех производителей ну вот мой небольшой короткий ролик я думаю для знающих людей и кто внимательно смотрит особо ничего нового не было те кто сами шерстят интернет и побывали на этих сайтах маршал розы вот все это посмотрели вот но тем не менее мне вам вам приятно это показать дабы дабы хоть хоть какую-то внести мне своей стороны лепту в ну так скажем в ликбезе вот в этой сфере в ликбезе так сказать заниматься ликбезом в сфере в сфере строительного инструмента вот это узконаправленного так скажем строительного инструмента почему бы и нет очень интересно посмотреть так все это вы можете приобрести на моем аккаунте в моем магазине на авито вот описал ссылка в описании телефон со всеми видами связи мессенджеров в описании так что я вас очень очень прошу не пишите мне это тупых вопросов в комментариях а где купит мастер-рок или как купит его вот я не знаю как еще сказать как его купить звоните телефон в описании до свидания